Задержаться на голливудском небосводе мероприятие сложное, поэтому довольно часто появляются актеры и актрисы, которые в какой-то момент своей карьеры оказываются достаточно высоко, но на очень короткий промежуток времени, после чего резко пропадают из больших проектов и практически исчезают. Увидеть их можно лишь на телевидении или на втором плане в каких-нибудь проходных фильмах. Сегодня хотелось бы вспомнить о двух таких актрисах, которые в конце 90-х сверкнули, но закрепиться не смогли. Карьера Денис Ричардс во второй половине 90-х быстро набирала обороты, но уже в начале нулевых все резко поменялось и актриса из знаковых и дорогих фильмов, имеющих широкий прокат, быстро уехала в фильмы непонятной категории и сериалы, в большинстве которых появлялась на втором-третьем плане. В кино она пришла из модельного бизнеса и в начале 90-х она подписывалась на небольшие роли в различных фильмах и сериалах. К примеру, ее можно заметить в заряженном оружии или сериале «Женаты с детьми». Прорывом же для нее стала роль в фантастическом боевике Пола Верховена «Звездный десант». Да, фильм полностью провалился в мировом прокате и многие задействованные в его съемках актера оправиться от этого уже не смогли. Но Ричардс повезло больше, хотя ее роль в итоговом фильме и сильно сократили. В основном резне в монтажной подверглась любовная линия, по которой выходило, что героиня Ричардс любит сразу двух парней абсолютно одинаково. На тестовых показах зрители подобные моменты поднимали насмех. Однако, несмотря на провал фильма, актрису после «Звездного десанта» засыпали предложениями. Она даже заехала в сериал «Друзья» в качестве приглашенной звезды. Здесь довольно много слухов о том, почему произошел такой взлет и как она заводила правильные знакомства. Но все это обычно проходит в категории бабушки на скамейке слышали что-то подозрительное. Так что официально будем считать, что звезды на небе встали каким-то необходимым ей образом. Следующей ее работой стал фильм «Дикость». Это весьма известный триллер, к которому позднее выпустили несколько продолжений ушедших сразу на носителе. Их смотреть уже можно только хорошо подготовившись. А вот у первой «Дикости» все с достижениями неплохо. Здесь Ричардс во многом тоже повезло. У фильма был весьма долгий период при продакшенах. И старт съемок часто переносили. На месте Ричардс могла быть та же Тара Рид. Но из-за всех переносов «Дикость» потеряла многих актрис и актеров. Не смог остаться в фильме даже Роберт Дауни-младший. Его роль отошла Мэтту Дилану. А Дауни убежал в «Служителей закона», который позднее назовет худшим фильмом в истории Голливуда. На женские же роли по итогу подписали именно Ричардс и Нив Кэмпбелл. Над актрисами в те годы часто подшучивали. Как раз из-за подобных фильмов пошли шутки про то, что скоро на роли школьников начнут брать настоящих пенсионеров. По сценарию «Дикости» героини Кэмпбелл и Ричардс учатся в старшей школе. На момент съемок Нив Кэмпбелл было 25 лет, а Ричардс 27. Все, кроме Нив Кэмпбелл, пострадали от сцен с наготой, которая изначально предусматривалась гораздо меньше. Задело даже Кевина Бэйкона, у которого запрет на наготу присутствовал в контракте. По словам Бэйкона, небольшой эпизод с его наготой, проскочивший в фильме, был случайностью. Для сцены с броском полотенца сняли несколько дублей, и на всех из них, кроме одного, полотенце скрывало безобразие. Бэйкон уверяет, что спал дома и никого не трогал, когда к нему вломился запыхавшийся режиссер фильма и сообщил, что лучше всего получился кадр как раз тот, где можно кое-что заметить. И он, будучи сонным, не нашел ничего лучше, чем спросить, как он выглядит на этом кадре. На что увидел флэшбэк из только что вышедшего пятого элемента. Естественно, он сразу же дал добро режиссера оставить столь прекрасный кадр. После того, как Бэйкон увидел этот момент на премьере фильма, он сразу же захотел побить режиссера, а потом затребовать много миллионов у студии. Однако миллионов ему увидеть не удалось, так как на фильме он был продюсером и подавать в суд ему пришлось бы на себя. С Ричард ситуация немного другая. Она утверждает, что ей клятвенно обещали снимать только с тех ракурсов, с которых ничего не будет видно. Но так как многие сцены снимали с двух камер, на премьере оказалось, что видно гораздо больше того, на что она подписывалась. Вот только в отличие от Бэйкона и Кэмпбелл, которые прописывали в контракте пункт о наготе, она этого делать не стала, а потому возмущаться и идти в суд зарабатывать не смогла. Но здесь, возможно, ситуация аналогичная Шерон Стоун в основном инстинкте, которая тоже ничего не подозревала. И нижнее белье не одела просто из-за желания немного проветриться. Ну а когда на нее навели камеру, она забыла, что ее включили и все засняли. В прокате дикость выступила неудачно, но успех к ней пришел после выхода на домашнем видео, из-за чего студия отправила туда несколько продолжений. После дикости, как считается, произошел переломный момент в карьере актрисы. Она попала в фильм и целого мира мало. В прокате шпионский боевик выступил неплохо. А если брать в расчет то, что Бондиана в какой-то момент превратилась в дорогой рекламный ролик, то неплохо для карманов продюсеров превращается в превосходно. Но вот по карьере Ричардс фильм нанес очень сильный удар. Она за свою роль подверглась самой сильной критике из всех актеров и актрис, задействованных в фильме. Часто ее даже называют худшей девушкой Бонда за всю историю франшизы. Критикуют ее не только за актерские данные, но и за внешний вид. Хотя сама актриса утверждает, что если бы она была одета в фильме как-то по-другому, то все бы явно остались разочарованными. Авторы же пытались объяснить, что одеяние Ричардс в этом фильме это отсылка к Ларри Крофт, игры о которой как раз в те годы расходились огромными тиражами. Но это мало кого волновало. И Ричардс получила золотую малину за худшую женскую роль второго плана. Рядом с Бондом в прокате утонул еще один фильм с Ричардс на одной из главных ролей. Не повезло убийственным красоткам. В 2001 у Ричардс провалилось сразу два фильма. Один из которых студия даже не стала выпускать в американский прокат. Наибольшие шансы выжить имел День Святого Валентина. Но в те годы подростковые слэшеры уже начинали буксовать. И Валентин, в котором Ричардс сыграла главную роль, в прокате провалился, взяв лишь 36 миллионов при бюджете в 29. А фильмом, который после тестовых показов отправили на видео, стал спросить и Синди. В те годы Чарли Шин уже был мало кому нужен. Фильмы с ним проваливались один за другим. Так что студия, не получив желаемого результата, решила не рисковать. И Шин с Ричардс отправились покорять домашнее видео. Как раз на этом фильме актеры стали встречаться и позднее поженились. Что позволило Ричардс еще какое-то время появляться в фильмах, попадавших в широкий прокат. Не забывать актрису помогло очень страшное кино 3. Куда заехал и Шин. Когда в 2006 году они с Чарли разошлись, из-за того, что Шин наркоман, пьяница и просто идиот. Ричардс в общем-то полностью исчезла из кинотеатра. Бывали небольшие попытки туда прорваться, вроде фильма Блондинка и Блондинка. Но зрительские оценки в 2 балла из 10 шансов ни на что не оставляли. И при бюджете в 12 миллионов лента взяла в прокате чуть больше миллиона. 500 тысяч ей, кстати, принес российский прокат. Сейчас Ричардс иногда мелькает в различных сериалах. И иногда снимается в фильмах, выходящих на носителя. Ни о каком возвращении в ее случае речь уже не идет. Однако за свой пусть и недолгий период звездности она смогла хорошо заработать. И сейчас в этом плане у нее все неплохо. Она даже умудряется сдавать в аренду недвижимость Анжелине Джоли. Так что хоть с хорошей карьерой и не получилось, благодаря тому, что было, она смогла заработать на безбедную старость. В отличие от Ричардс, Ниф Кэмпбелл попала в кино не из модельного бизнеса. Она пришла туда из балетного. Да, как и многим известный бельгиец, Ниф умела в балет. Ее приняли в национальную балетную школу Канады. И возможно, канадский балет оказался бы лучше бельгийского. Но Ниф не выдержала. Хотя она обошла на конкурсе 2000 человек, чтобы туда попасть. Продержаться там долго она не смогла. По ее словам, она бы там просто сломалась. Поэтому она перевелась в обычную школу танцев. Откуда уже и попала сперва в театр, а потом и в кино. Прорывным для Кэмпбелл стало участие в сериале Нас Пятеро. В середине 90-х проект демонстрировал отличные цифры на телевидении. И через него прошли многие актеры и актеры. Впоследствии получившие известности на большом экране. Вроде той же Дженнифер Лавхьюитт и Мэтью Фокса. Кэмпбелл же этот сериал помог попасть в фильм Крик. Режиссер Уэс Крэйвен лично связался с актрисой. Ему так нравился сериал Нас Пятеро, что получив кресло режиссера Крик, он сразу же позвонил актрисе. И попросил прийти на прослушивание. Отказывать постановщику она не стала. Но затребовала полтора миллиона долларов за свое участие. Так что хотя она была в то время в общем-то телеактрисой, в Крике она была самой высокооплачиваемой. Кортни Кок смогла бы получить больше, так как во время съемок Крика одним из самых рейтинговых сериалов стали друзья. Но брать ее в проект не хотели и ей пришлось бегать за режиссером, чтобы получить роль. Естественно гонорар тоже срезали до минимума. Успех Крика в прокате был огромным. Лента взяла 173 миллиона при бюджете в 14 и возродила жанр подростковых слэшеров, которые уже несколько лет считались мертвыми. А Кэмпбелл немедленно получила предложение сыграть в продолжении, за которое она получила уже 3,5 миллиона долларов. Сама она говорит, что эти месяцы съемок второй части были самыми тяжелыми в ее карьере. Параллельно с Криком 2 она снимала в сериале Нас Пятеро. Сериалу она отдавала полностью понедельник и вторник. В среду, четверг и пятницу она была утром на площадке сериала, а после обеда на площадке фильма Крик 2. Субботу и воскресенье актриса уже полностью посвящала Крику. В фильме кстати могла сняться и Ричардс. Ее подписали на одну из ролей. Но на съемках Звездного десанта Пол Верховен не любил спешку. Так что он сорвал сроки производства и Ричардс вынуждена была покинуть второй Крик. Продолжение Крика обошлось уже в 24 миллиона долларов. Но в прокате все равно заработала вполне неплохие 172 миллиона. Так как создатели Крика решили для третьей части взять небольшой перерыв, у них появилась возможность сниматься в других фильмах работой над своим сериалом. С 98 по 2000 она засветилась в пяти фильмах. И все эти фильмы в прокате провалились. В той же дикости, в отличие от Ричардс, Кэмпбелл постоянно следила за тем, что попадает в кадр. Она даже присутствовала в монтажной комнате. Получила она за свое участие 2 миллиона долларов. В откровенных сценах актриса сниматься боялась и утверждает, что ей пришлось очень сильно напиться, чтобы ее перестало трясти в кадре. Так как пить в одиночку не лучшая идея, вместе с ней напивались практически до бессознательного состояния Ричардс и Дилан. Позднее всех троих кое-как ставили перед камерой и как можно быстрее снимали эпизод. Но если дикость хотя бы на видео смогла хорошо выступить, то с прочими лентами актрисы дела обстояли хуже. Студия 54, Танго втроем, за которые актриса получила 2,5 миллиона и дорогостоящая комедия Утопи Мону никаких шансов окупиться не имели. Позднее Кэмпбелл будет рассказывать, что из-за сериала в конце 90-х упустила несколько отличных предложений, которые впоследствии стали хитами проката. Выбор из-за сериального контракта у нее был сильно ограничен. И она в общем-то подписывалась на то, что могла и что не выглядела совсем уж мусором. Так как название этих проектов она не сообщает, сложно сказать не выдает ли она желаемое за действительное. Официально к примеру известно, что она отказалась от главной женской роли в фильме Армагеддон. А позднее она откажется еще и от Чикаго. Эти оба фильма большие кассовые хиты. Но актрисой все еще был Крик, который какое-то время выступал в качестве спасительного круга. За третью часть она получила уже 4 миллиона долларов. Он в прокате выступил хуже предыдущих фильмов франшизы. Но все таки отбился, собрав 160 миллионов долларов. Здесь Кэмбелл уже освободилась от сериала Нас Пятеро. И какое-то ограничение у нее пропало. Вот только выбор ролей у актрисы был весьма специфическим. И иногда может показаться, что она отдавала предпочтение именно деньгам. На том, что в 2003 году мимо Чикаго проехала Сандра Буллок из-за своих запросов, я уже останавливался. Почему отказалась Кэмбелл не ясно. Но в том же году она получила 5 миллионов долларов за роль в фильме Роберта Олтмана Труппа. А у авторов Чикаго бюджет был ограничен и платить столько они не могли. Роберт Олтман очень уважаемый режиссер, поставивший перед фильмом Труппа Горсфорд Парк, получивший кучу номинаций на премию Оскара и отлично выступивший в прокате. То есть от Труппы все ждали чего-то подобного. И возможно дело здесь не в деньгах. И Кэмбелл просто хотела признания. Просто обычно за такое кино подобные деньги не просят. В начале нулевых актриса часто подписывалась на схожие проекты. К ролям, на которые обычно обращают внимание критики, можно отнести участие в фильмах «Исследуя секс» и «Паника». Все эти фильмы вместе с Труппой в прокате провалились. И никакого признания за этим не последовало. Так что в середине нулевых актриса уже стала заезжать в фильмы, которые выпускались сразу на носителях. А рядом она возвращалась на телевидение, мелькая в разных сериалах. Когда же она заезжала в какой-нибудь сериал на одну из главных ролей, как в том же «Филантропе», его немедленно закрывали из-за низких рейтингов. Проскакивала она и в довольно рейтинговых проектах, вроде «Безумцев» и «Медиума». Попытка в 2011 году вернуться на большие экраны с четвертой частью «Крика» успехом не увенчалась. Фильм в прокате выступил плохо и франшизу решили увести на телевидение. После чего Кэмпбелл стала сниматься очень редко, поэтому ролей в непонятных фильмах у нее стало поменьше. Не так давно она засветилась в карточном домике и сыграла жену Дуэйна Джонсона в фильме «Небоскреб». Домик был очень рейтинговым проектом на Netflix, а Дуэйн своим участием вытаскивает на порог окупаемости практически любое кино. Так что можно считать, что у Кэмпбелл не все так плохо с карьерой, как у Ричардс. Хотя в конце 90-х и считалось, что она восходящая звезда и скоро получит приставку «Супер», этого естественно не произошло. Частично здесь заметно невезение, ну а частично очень странное отношение к выбору ролей. Уже совсем скоро актрису можно будет увидеть в «Пятом Крике», куда вместе с ней подтянется и вся старая гвардия, кроме режиссера Весса Крэйвена, который умер в 2015 году. Для своих 48 Ниф выглядит неплохо и явно получше той же Ричардс. Но все-таки о ее возвращении даже в случае успеха Крика вряд ли можно говорить. Спасибо за внимание, оставайтесь на связи.